Приветствую вас, Аноним! Давайте мы с вами попробуем разобрать ваш текст, ваш вопрос. Значит, первое, что хотелось бы мне отметить сразу и сходу, если можно так выразиться, это то, что вам нравится, мужчина женатый, и то, что вы скрываете от него свою симпатику. Это, на мой взгляд, первое и самое, в общем и целом, главное. Вот. Почему так? Почему? Почему главное? Вот. Ну, потому что, потому что, когда женщина обращает свое внимание на мужчину, который в общем и целом женат, да, и, ну, занят по сути, то для психолога это всегда признак, это всегда свидетельство того, что человек, то есть в данном случае, вы, может испытывать определенные проблемы, определенные сложности. в первую очередь, с своим представлением о себе, вот, ну, например, со своей самооценкой, например, значит, с различного рода страхами, вот, если такие есть, да, и так далее, и так далее. То есть вот этот аспект, этот аспект, он очень важен на самом деле, потому что, потому что он отражает ваше собственное видение себя. То есть, то по сути, то по сути, как вы себя воспринимаете. И это, это очень важно, потому что, ну, как правило, именно от этого все и идет. То есть от того, как вы воспринимаете себя, зависит то, как вы воспринимаете других людей. Если вы считаете, что вы, там, какая-то вот, ну, не знаю, недостойное, да, недостойное отношение или чего-то еще, допустим, то это будет, так или иначе, отражаться и на том, как вы будете взаимодействовать с другими людьми. Ну, в частности, в частности, в частности, с мужчинами, да, в частности, допустим. Вот, так что, это требует разбора и коррекции в любом случае. Потому что, то, что вам понравился, значит, женатый мужчина, да, это уже о чем-то, да, собственно, говорит. Дальше, значит, что касается эсэмэс, то здесь по, ну, вот, по ощущениям, да, по тому, что я вижу, мне думается, что мужчина просто эсэмэски вообще как-то не заметил, либо не придал ей значения эсэмэс вообще. Вот, э-э-э, то есть, ну, по сути, по сути, э-э-э, просто э-э-э, не воспринял ее так, как восприняли ее вы. Вот, я думаю, вот, правильное слово будет сказать именно таким образом. То есть, она для него важна не так сильно, как для вас, да. То есть, там, может быть, он ее прочитал, э-э-э, но у него не было времени ответить, потом он забыл. Вот, ну, вот, и все, допустим. Но вы, вы, вы эту ситуацию э-э-э, для себя, значит, как-то вот выделили, э-э-э, ну, в силу ряда причин. В силу того, что мужчина вам нравится, видимо, на выход. И вы ожидали от него чего-то другого. Вы ожидали от него, ну, того, например, что он вам ответит, допустим. Того, что он вам, ну, понравит ваш ответ. И вот, э-э-э, причины, причины такого, такого ожидания, на мой взгляд, ну, и, э-э-э, собственно, следует искать в том, э-э-э, что вы чувствуете к нему. То есть, именно, вот, э-э-э, ну, именно к, именно к мужчине. То есть, что вы чувствуете, что вы хотите, что вам нужно, какие у вас желания и так далее. Вот. И как вы эти желания реализуете? Самое ещё, что, э-э-э, главное. Да? Потому что, ну, вот, э-э-э, если вы свои желания не реализуете, э-э-э, ну, достаточным образом, достаточным, э-э-э, ну, так сказать, э-э-э-э, пол, на полной мере. Вот. Ну, получается, что у вас проблемы. И получается, что вся эта история, которую вы описываете, это просто история о том, как вы, э-э-э, чего-то хотели, э-э-э, для себя, не получили. Или теперь фрустрируете из-за этого, да, то есть переживаете по поводу независимого действия. Ого. А потому я рекомендую вам, в первую очередь, подумать вот над чем. Э-э-э, вы. Вы. Э-э-э, коли уж поздравляете мужчину с праздником, да, или что-то в этом роде, определитесь, для чего это делаете. Ну, или зачем вы это делаете. Понимаете? Для чего вы это делаете, зачем вы это делаете. И если вы, так вышло, э-э-э, ждёте от человека чего-то, да, то есть, ну, ждёте каких-то, там, ответных шагов, например, к вам, то, наверное, в этом случае лучше не поздравлять мужчину, мужчину и не делать ничего для него. Дабы не было таких ситуаций, какие произошли, какая произошла у вас. Вот. Э-э-э, потому что, получается так, что вы, э-э-э, поступаете эгоистично. Вот. Понимаете? А это нехорошо. Вообще нехорошо. И для взаимодействия с, э-э, мужчинами в частности. Вот. Если говорить о том, о, насчет, вот, что-то вы спрашиваете, да, э-э-э, значит, э-э-э, стоило поднять эту тему и спросить, почему я не ответил. Ну, понимаете, если вас это волнует, да, если вас это волнует, а вы, конечно, могли бы это сделать, да, вы могли бы, э-э-э, поднять эту тему, могли бы, можно было бы это сделать. Э-э-э, но, момент здесь такой, что, мужчина все равно не дал бы вам того ответа, который вы хотели бы получить. Потому что, для него это, не так, не так важно. Для него это, не так актуально. Понимаете? Вот. Вот. И опять же, здесь нужно поработать вашими ожиданиями. Вот я хотела поднять эту тему, да. Чего я жду? Чего я ждала? Чего я ожидаю от того, что подниму эту тему? Вот. Чего я ожидаю? Если я ожидаю, там, что мужчина мне всегда объяснит, как я буду себя чувствовать? В этот момент, в этот момент, да? И так далее. То есть, вот это, по сути, то, что вам нужно сделать. Опять же, по опыту. Если человек не может сам разрешить какой-то непонятный для него момент, да, а ему для этого нужен другой человек, значит, он ориентируется больше на него, а не на себя. Это объясняет то, почему вы, значит, ну вот, обратили внимание на женатого мужчину. Вот. Потому что вы, в большей степени, ориентируетесь на себя, да, хоть на него, а не на себя, на других людей, а не на себя. Хотя, желание, желание, все же ваше. И они от этого никуда не деваются. Вот. Ну, здесь можно представить, просто, вот, поиграть в эту игру, да, и представить, вот, что будет, если вы поднимете эту тему с мужчиной, да, вот просто, что произойдет. Вот. И какой ответ вы хотите получить? От, эээ, ну, там, от него. И что этот ответ, этот ответ вам дадут? Да. Особенно с учетом того, что мужчина женат. И что у вас, в принципе, никакого будущего нет. Вот. А, быть может, лучше свою энергию, свои желания, которые у вас есть, может направить в, эээ, более продуктивное русло, скажем так. И, может быть, эээ, направить свои желания, эээ, и, по-прежнему, в, эээ, более, такой, ээээ, качественный, качественный вектор. Вот. Попробуйте, попробуйте об этом подумать, тоже. То есть, чем вы сейчас думаете о мужчине, может быть, может быть, эээ, имеет смысл, эээ, о себе подумать, подумать больше. Эх, вот. Понимаете? И, просто, немножечко на перспективу, да, вот, немножечко на то, что будет. Потом. Потом. На то, что будет дальше. Что будет дальше. Вот. И, вот, это, если вы, эээ, пройдете, эээ, таким образом, может, эээ, показать, что, ваши желания, они, по сути, ну, ээээ, в себе, в себе, именно в себе, эээ, не несут никакого положительного заряда. Вообще. Вот. Ну, просто потому, что, ээээ, это игра с собой. Вот. Ведь, ээээ, в конце концов, да, она не обязывает, человека, эээ, к тому, чтобы он вам, там, обязательно, отвечал, допустим. То есть, это его право, ответить вам или нет. Поэтому, аноним, ээээ, постарайтесь, все-таки, смотреть больше, именно, в корень проблемы. Да? Вот. А, корень проблемы, он, именно, ээээ, корень проблемы, он именно в том, что вы, себя, не цените, достаточным образом. Корень проблемы в том, что, ээээ, вы себя, не принимаете, такой, какая вы есть. И горе проблемы, эээээ, скорее всего, в том, что у вас, заниженная самооценка. Вот. А, я, конечно, в этом, не уверен до конца. Вот. Но, но, думаю, что, так. Потому что, иначе, объяснить, эээ, тот факт, что вы, переживаете, ээээ, вот так, из-за эсэмэс, эээ, мужчине. А, ну, иначе, объяснить, не, нельзя. Этот, этот факт. Вот. Но, все зависит от вас. То есть, если вы захотите это исправить, это можно будет исправить. И, если не захотите, то, это будет продолжаться. Сколько будет продолжаться, это зависит от вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Да. Продолжение следует.